Один из наших земляков, мобилизованных в зону СВО, недавно вернулся в отпуск в Губкинске. И мы попросили его рассказать о том, как проходят боевые будни ямальских бойцов. В нашей студии сегодня Антон Орлов. Антон, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как давно вы принимаете участие в специальной военной операции? Находимся там с момента мобилизации. Какое-то время были в Тюмени, проходили подготовку. После этого уехали непосредственно туда, на свои позиции. Скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт военной службы до СВО? Проходил службу по призву, по контракту. Но это было за 10 лет до СВО, поэтому все пришлось вспоминать заново. А какие войска, какая специальность? По специальности я был командиром отделения инженерных заграждений. На тот момент воздушно-десантные войска, 76-я дивизия, 104-й полка. Скажите, пожалуйста, какой режим в зоне СВО и какие условия для бойцов? Как организован ваш бой? По поводу режима, ну, как такового строгого распорядка дня нет. Кто-то идет на ряды, кто-то занимается готовкой, кто-то обустраивает позиции. Работа всегда есть, всегда есть занятия. Каждый по своей задаче двигается, по своей должности так и работаем. Нет такого, как срочная армия, все в 6 утра подъем, пробежка, спортивные занятия по желанию. Ну, особо не позанимаешься ввиду погоды и находиться на поверхности сильно долго нежелательно. Антон, скажите, пожалуйста, какие отношения у вас сложились с однополчанами? У нас очень дружный батальон. Ну, как бы за весь батальон сказать не могу, но в нашей роте все довольно дружные. Все друг за друга выступают, выступают. У нас проблем в отношении нету. Никакого дома два. Все, ну, работа объединяет людей, задачи объединяют людей. Наверное, поэтому некогда заниматься там выяснением отношений или еще что-нибудь. Земляков много? Да, полуроты, губкинские парни наши, половина роты. Отлично, это почти все свои. Это вообще отлично, да, все свои, все близкие. То есть уже до этого все друг друга знали, а там так еще лучше познали друг друга. Антон, как вы оцениваете боевой дух наших бойцов и что помогает его поддерживать? Боевой дух у нас на высоком уровне. Не было падений боевого духа, у нас нет ни потерь, все хорошо, ребята работают, держатся. Все ждут отпуска, все хотят увидеть своих родных и это подбадривает людей. Все ждут ту самую победу, чтобы она быстрее пришла, чтобы все вернулись домой и поэтому боевого духа на высоком уровне. Главное, живыми и здоровыми. Да, да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вы получаете весточки с Ямалой вообще? Насколько важна такая поддержка земляков? Да, мы получаем, включая посылки личные, людям приходят. Плюс нас не забывает администрация города, Ямала, губернатор отправляет поддержку. Ну, даже в таких моментах на первых порах нужны были печки, брульки. Ребята, пожалуйста, мы сварили вам, отправили, загрузили в фуру. Все необходимое, даже сверх того, что нужно, нам предоставили сразу. Люди не страдали в окопах. Антон, скажите, пожалуйста, кто вас ждет дома и сколько побыли с семьей успели? Побыли две недели дома. Жена, дочь, ну, родители. Все ждут, все ждали, когда приеду. Наконец-то увиделись. Побыли рядом. Две недели мало, конечно, но понимаем, что такой срок выбран не зря, чтобы люди успели. Ну, у нас много и очередь большая, поэтому такой маленький срок. Вы отпускаете в порядке очереди, да? Да, у нас есть как бы своя такая, у нас есть график отпусков, и все ждут, когда наконец-то. Если люди будут ходить по месяцу, он растянется очень долго, и некоторые пойдут первый раз только через год, поэтому две недели. Мало, конечно, хотелось бы больше, но что есть, спасибо на этом. А давайте вернемся к быту. Расскажите поподробнее, вот как вы там живете, где вы живете? Поначалу, когда приехали только, выгрузились, вот здравствуй, поле, здравствуй, огромный огород, лесопосадки, ну, непонятно было, сориентировались на местности, начали закапываться, рили землянки. С каждым днем стараемся все улучшить, свой комфорт. Теперь, наверное, даже кто-то и позавидует. Укрепляем свои позиции, то есть работали со строителями, хотели сделать то же, как правильный, как лучше для себя, ну, и ввиду того, что это боевые позиции, оборудуем, каждый день что-то переделывается, доделывается. Все в работе, все. Лучший друг солдата – это лопата на данный момент. Мы уже затрагивали вопрос отношения с однополчанами. Скажите, а как вот у вас отношения с командирами? Командиры у нас небезучастные. Везде, как правильно сказать, не то, что подают своим примером, а участвуют в работе, в выполнении боевых задач. Командир впереди всегда, ну, либо непосредственно, непосредственно в событиях. Работают наравне с солдатами. Нету такого, что там какой-нибудь прапорщик стоит и смотрит, как ребята копают. Если ребята копают, значит копаем мы все вместе. Если мы таскаем, мы таскаем все вместе. Если мы стреляем, мы стреляем все вместе. Или ползаем, мы тоже все вместе. Пока у нас нет ни одного отрешенного командира, который бы, наверное, там, ходил бы чай пить, пока ребята что-то, что-нибудь доделают. Антон, спасибо вам за откровенное интервью. Желаем вам успехов на боевом посту и ждем домой. И по нашей традиции ваши пожелания горожанам на день грядущий. Хотелось бы пожелать хорошего, доброго дня, чтобы с вашими близкими всегда была связь и хорошее настроение.